Сегодня фотографиями никого не удивить. В наших гаджетах хранятся тысячи снимков, но их количество несравнимо с их ценностью. О неприходящей привлекательности аналоговой фотографии в современном цифровом мире побеседуем с нашими гостями. В студии Антон Санеев и Кристиан Потанин, сооснователи Воронежского клуба аналоговой фотографии. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Очень рада вас видеть в нашей утренней студии, не терпится поговорить. Уже, мне кажется, привлекательным становится даже наш антураж. Невероятные какие-то объективы сегодня на студии, мы уже от них отвыкли. Расскажите, пожалуйста, с чем связан ваш интерес именно к обычной пленочной аналоговой фотографии? В первую очередь, лично для меня, интерес в том, что при использовании такого светочувствительного материала, при использовании вот этих старых технологий, изображение получается несколько иным в сравнении, чем при использовании цифровых технологий. Но оно же получается, во-первых, не так быстро, не так скоро. Нужно очень, мне кажется, отщепительно подходить к самому этому процессу, чем на телефон ты нащелкал, 20 фотографий, одну выбрал. Терпения надо сколько, чтобы дождаться с ним. Да, безусловно, это так. Но когда сразу невозможно посмотреть результат, это создаёт некоторые трудности, но в то же время создаёт вот это внутреннее ощущение ожидания, когда проявил плёнку, посмотрел, что получилось, что-то напечатал. Да и изображения, как я говорил, получаются несколько необычными. То есть трепет. Самое главное, это трепет. Да и, в общем-то, качество изображения достаточно не просто хорошее, я бы сказал, иногда отличное. Ну и некоторые камеры, опять же, например, как вот это, они могут делать то, что не могут делать цифровые. Ух ты. То есть пока весь мир гоняется за последними моделями гаджетов и смартфонов, вы познаёте именно вот такие раритетные камеры? В целом, да. Но на самом деле сейчас производители начали возвращаться к плёночным камерам, и за последние полгода было выпущено несколько камер, которые вновь снимают на плёнку. То есть всё циклично? Да. Мы опять возвращаемся к тому, от чего уходили. А с чем это связано? Вот опять такая новая волна. Я думаю, что это связано с тем, что люди возвращаются к старым технологиям, во-первых, потому что есть ностальгия, во-вторых, потому что есть другой подход, который некоторым может быть интересен. Но вы сами считаете, цифровая фотография, она менее ценная, потому что мы можем её сделать, удалить, ещё раз сделать снимок? Нет. Нет? Нет, нет. Я думаю, что это идёт наравне, просто важен подход. Кому-то нравится преимущество цифровой фотографии, их быстрый результат и понятная предсказуемость, наверное, в некоторых моментах. Вот. А есть и такие люди, которые уходят обратно в плёночную фотографию, в аналоговую, чтобы получить какие-то свои другие результаты, которые цифровая фотография не может давать, в принципе. А разве сейчас с помощью различных фоторедакторов и эффектов нельзя сделать из цифровой фотографии? Ну, такую же, как и плёночную, да? Можно. А в чём разница? Разница в том, что всё это происходит своими руками, когда ты занимаешься плёночной фотографией, и это совершенно другие ощущения от процесса, нежели когда ты сидишь за компьютером в кресле, например. А профессионал может отличить фильтр от настоящей фотографии? Я думаю, что 50 на 50, потому что мы проверяли слепые тесты, и примерно получилось 50 на 50. Я верю, что есть крутые мастера, которые прям вот точно видят это, но я думаю, что это прям немного людей. Ну, то есть, а вы проявляете вот для понимания, то есть в ванной, при выключенном свете, всё как вот 30-40 лет назад, да? В общем, да, но в нюансах нет, потому что у нас своя лаборатория. Понятно. Всё то же самое, только в лаборатории. Но вы у нас сегодня пришли не с пустыми руками. Скажите, пожалуйста, что это за аппараты такие? И где птичка, которая должна вылетать? Ну, птичку придумали для того, чтобы просто привлечь внимание людей к объективу, чтобы они смотрели непосредственно туда, и всё подобное. Ну, это понятно. На самом деле, камеры, как видите, здесь совершенно разных, можно сказать, классов и поколений. Вот Кристин принёс более современный аппарат. Он уже практически, ну, не знаю, не идентичен, но крайне близок к цифровому по своим возможностям, и по скорте съёмки, и по автобусу, и всё прочее. Ну, это какой, приблизительно? Это где-то конец 90-х. Вот это фотоаппарат 90-х, готов? Ну, да, да. А этот? А этот фотоаппарат, ну, конкретно эта модель, это самоделка, это современный фотоаппарат, да. Но вот, например, сам объектив, если уж так посмотреть, вот здесь они также самые разные. Вот конкретно этот объектив, он 18-го года. Тысяча? Тысяча девятьсот восемнадцатого года, да. Я по номерам пробивал. К счастью, есть некоторые каталоги, позволяющие это сделать. Затвор там чуть отличается на пару лет, но, собственно... 106 лет. А у этих объективов какое-то особое хранение должно быть? Потому что у меня вещи не хранятся больше пяти лет, они исчезают уже. Возможно, это случайность или действительно хорошее хранение. Ну, и уход определённо должен быть. Но здесь дело не в самом хранении. Эти объективы до сих пор выпускаются для подобных камер. Тут много нюансов. Сами негативы, то, с чего мы уже потом печатаем фотокарточку, позволяют делать большого размера. Конкретно это 9 на 12 сантиметров. То есть, соответственно, это как матрица в цифре, там, количество... То есть пеленка выглядит у вас вот так приблизительно. Да. То есть сразу же можно увидеть открытые глаза или закрытые человека. Да, есть камеры и большего формата, там, можно посмотреть в интернете. Люди делали и успешно применяют, там, вплоть до 30 на 40 сантиметров негатив. Огромные. То есть можно их печатать с контактом. Положили на фотобумагу, просто засветили обычным светом в комнате и проявили. Получается очень хорошего качества. Вы создали целый клуб аналоговой фотографии. Расскажите, пожалуйста, много ли участников, Кристиан? Много ли таких же любителей печатной фотографии? Ну, смотрите, если касаться именно тех людей, которые стоят в клубе, сейчас нас 6 человек. А на канале в Телеграме у нас порядка 150 человек подписчиков, которые интересуются нашей деятельностью. А как вступить в ваш клуб? Может быть, кто-то считает, что он недостоин стать участником этого коллектива. Расскажите. Ну, благо, у нас таких ситуаций пока что не было. Вот, вступить в клуб к нам достаточно легко, на самом деле. Это просто нужно написать кому-то из резидентов, мы с ним проводим очную встречу и уже понимаем, может ли он участвовать в нашем клубе. То есть нужна какая-то техника, вот, 19-20-го столетия? Или какой критерий основной для того, чтобы... Нет, конечно, никакого критерия нету, на самом деле. Нужно просто, чтобы человек любил свое дело, да, и подходил по общему темпераменту. А оборудование вы уже сами предоставляете? Ну, у нас есть какие-то клубные фотоаппараты, на самом деле, да. Но зачастую, конечно же, все снимаются своим. Так, ну, судя по количеству человек в клубе, вы прям на вес золота у нас в Воронеже. А вообще аналоговая фотография пользуется популярностью и в современном мире, и вот среди молодежи в Воронеже? Да. Ну, смотрите, на самом деле, да, конечно, есть множество людей, которые фотографируют. Как-то так получилось, что в основном каждый фотографирует сам по себе, ну, скажем так, одиночки. Вот. Если, опять-таки, судить по какому-то количеству человек в каких-то вот группах в сети, то в СНГ у нас интересующихся порядка тысяч человек. Вот. Что касаемо клубов в других городах, их где-то 11 клубов сейчас, наверное. Угу. Вот. Они есть как и в России, так и в Казахстане и Беларуси. Угу. А эти клубы как-то взаимодействуют между собой? Вы, то есть, общаетесь, обмениваетесь опытом, встречи какие-то проводите, да? Да, у нас есть общий канал связи, где мы какие-то вопросы решаем, да, или делимся опытом, потому что все-таки достаточно специфичная область, вот, и информация всегда на вес золота. Вот. Также у нас успешно получилось провести выставку клубов аналоговой фотографии в Санкт-Петербурге месяц назад. Ух ты, как интересно. Ну, а как вы считаете, это течение, оно набирает обороты? Это вот такая новая веха в развитии фотографии сегодня? Или это узконаправленное сообщество, которое вот, ну, занимается, кому-то нравится там, я не знаю, какие-нибудь марки собирать, кому-то значки, а кто-то занимается аналоговой фотографией? Слушайте, ну, я думаю, 50 на 50, потому что, во-первых, в принципе, фотографы – это довольно узконаправленные люди в какой-то степени все-таки, да? Вот. А пленочная фотография, она сейчас получила новый итог развития, очередной, конечно же. И это здорово, потому что, в принципе, порог вхождения может быть довольно низким, просто покупаешь буквально какую-то мыльницу простенькую, да. Заряжаешь пленку, снимаешь, относишь в ближайшую фотолабораторию. Они еще существуют, кстати, эти фотолаборатории? Да, конечно. В Воронеже их поменьше, конечно, и спектр услуг, который они предлагают, он небольшой, да. Вот. Но в Москве и Санкт-Петербурге они могут делать практически все, что угодно. Потрясающе. Так, что можно от вас ждать этой осенью? Какие-нибудь выставки, работы, может быть, еще где-то, куда можно будет прийти и посмотреть вживую на такие фотографии? Я в основном снимаю, что называется, в стол для себя, для души, для семьи. Там с друзьями делюсь, что-то показываю. То есть, например, моего творчества немного. Ребята что-то выкладывают в своих каналах. А так вот именно выставок, на данный момент их не планируется, но очень хотелось бы, конечно же, что-то привести. То есть, фотографируйте на пленочные фотоаппараты и выкладывайте в социальные сети. В том числе. Мне кажется, нужно выходить в реальный мир, действительно устраивать выставки. Но больше печатаем. На самом деле, потому что одно дело посмотреть на экране смартфона или компьютера, а другое дело, когда берешь в руки отпечаток. Именно на бумаге, который особенно сделал сам этот кадр, не только моментом, который там запечатлен, но и вложенный душой в обработку, в печать. Одно дело нажать просто на кнопку спуска, другое дело провести весь цикл от зарядки пленки в кассету, там, соответственно, фотоаппараты, и до просто финального штриха такого, до оформления самого отпечатка. Опять же, хотелось сказать, что в Воронеже, например, есть и очень, ну, может быть, не очень много, но люди, которые занимаются этой фотографией не один десяток лет. Спасибо им огромное. Вот с кем-то мы познакомились, с кем-то еще, наверное, не успели. Они делятся, к счастью, своим богатым опытом и помогают в некоторых таких делах, потому что много всего описано в литературе, но все же личный опыт, личное видение и свое участие какое-то – это дорогого стоит. Да, это ничто не заменит. Спасибо вам большое за сегодняшний визит, за ваше настроение, которым вы поделились с нами этим утром. Будем надеяться, что ваш клуб будет развиваться, и количество участников будет увеличиваться. Спасибо вам большое. Всего хорошего дня, спасибо. Напомню, в студии был Антон Санеев и Кристиан Потанин, сооснователи Воронежского клуба «Аналоговые фотографии». Наш тренинг эфир продолжается. Субтитры создавал DimaTorzok